Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня у нас начинается новая торговая неделя, понедельник, поэтому мы традиционно поговорим о том, как завершилась неделя предыдущая. Также мы обсудим ход сезона отчетов, обсудим то, как открывается текущий день. Но прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравятся эти видео, не забывайте ставить лайк и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, уже сегодня индекс S&P 500 торгуется вновь на локальных максимумах. США сегодня отмечается день рождения первого президента США Вашингтона и фондовый рынок сегодня будет закрыт. Поэтому, конечно, в полной мере мы сможем оценить данное влияние только завтра, уже после торговой сессии. Но, тем не менее, мы разберем те основные моменты, которые сейчас влияют на рынок. И давайте начнем с общего обзора текущей ситуации. Сегодня, как один из тоже таких знаковых моментов, мы видели рост индекса Nikkei, который показал отметку более 30 тысяч. То есть, это рекорд за последние 30 лет. Поэтому мы здесь видим в целом по азиатскому рынку также восстановление и также позитив, который немаловажен и также влияет на все остальные рынки. Также мы видели уже сегодня, ну, в принципе, пятница завершилась тоже позитивно для рынка нефти. Мы видели новый локальный максимум и сейчас уже торгуемся в районе 61 по нефти марки Brent, но уже отдельно по ценам мы, безусловно, обсудим. Вообще, мы видим также позитив на фондовом рынке и, опять же, этому как одним из факторов, который влияет, это также продолжающийся сезон отчетов, который сейчас выглядит довольно-таки позитивно. Уже к пятнице более 370 компаний отчитались по индексу S&P 500, именно который входит туда и большинство компаний показывают лучше результат, чем ожидалось по доходу на акцию. Конечно, здесь важно понимать, что некоторые оценки были занижены, то есть результат может быть хуже, чем в прошлом году, но тем не менее он лучше, чем в целом ожидали аналитики. Если мы посмотрим на портал FactSet, который как раз публикует последнюю статистику, последнюю информацию, то в целом мы видим то, что большинство компаний отчитываются позитивно, чуть хуже, чем остальные отчитываются сектор недвижимости, real estate и также сектор энергетика. Все остальные более-менее идут позитивно. Это опять же дает определенный момент для рынка. Конечно, сейчас ждем и новых стимулирующих мер, возможно уже Байден все-таки сможет продвинуться с этим законопроектом, скажем так, и мы увидим уже новый приход денег на рынок, потому что рынку денег и свежей ликвидности, конечно, не хватает. На этой неделе еще также продолжается сезон отчетов, но уже, как я сказал, большинство компаний отчиталось, но тем не менее 16-17 февраля достаточно большое количество компаний также отчитаются. Если говорить про ключевые имена, то в любом случае нужно обратить внимание на CVS Health, Shopify, Hilton Hotels, Baidu, Walmart, Applied Materials и Roku. То есть это, пожалуй, ключевые имена, которые отчитаются на этой неделе. Если говорить про такие ключевые моменты, то по Hilton здесь важно понимать, что, скорее всего, четвертый квартал не будет сильно позитивным для этой отрасли. Компания Baidu показала колоссальный рост с декабря, практически акции компании удвоились. Я как раз ее в декабре и покупал также свой портфель, правда, покупал не очень много, но тем не менее. То есть я планировал также добавляться, если пойдет еще коррекция, опять же, в ходе всей неопределенности вокруг США и Китая. Я решил не брать стандартный объем, взял чуть меньше, но тем не менее акции показали довольно-таки неплохой прирост. Также отчитается компания Walmart, это, понятно, один из крупнейших ритейлеров в США. И также компания Roku, стриминговый сервис, который в себе объединяет разные платформы и предоставляет данный сервис. Поэтому, если вы держите у себя в портфеле также акции этих компаний, то обязательно обратите на это внимание. Ну и посмотрите именно по календарю, какие акции отчитываются и на что тоже стоит обратить внимание с точки зрения вашего портфеля. Потому что сезон отчета всегда важный этап, как раз который мы проходим каждый квартал. Теперь, что у нас сейчас происходит на рынке? Если мы посмотрим по календарю, те события, которые нас ожидают на этой неделе. Ну, как я уже сказал, в США сегодня выходной. Также в азиатских странах, в Бразилии идет карнавал, в Китае праздник весны, Новый год по лунному календарю также. И, пожалуй, скажем так, чуть меньше участников у нас на рынке. То есть нет США, нет Китая. Это тоже важно понимать. Поэтому, скорее всего, торговля пройдет в таком, в менее волатильном режиме, скажем это так. Ну, уже со вторника Америка вернется и мы фактически увидим то, как будет отыгрываться эта ситуация вокруг обновления нового локального максимума по S&P 500 и в целом по рынкам. Что еще стоит ожидать? По Японии ВВП выйдет. Сегодня, во вторник, будут опубликованы данные по ВВП еврозоны и изменения занятости по квартальности. Здесь мы видим прогнозное снижение, хотя предыдущий показатель был 1%. Также в среду выйдет розничные продажи по США. В четверг разрешение на строительство будет опубликовано. Здесь мы видим некоторое замедление по прогнозам в сравнении с предыдущими значениями. Ну, эпоха низких ставок, безусловно, на это влияет. Но определенное замедление здесь тоже может показать, что уже рынок насыщен. То есть, тем, кто хотел что-то купить, воспользоваться низкими ставками, получить для себя жилье по низкой ипотечной ставке, то вполне вероятно, что уже все этим воспользовались и строительство становится все меньше и меньше. Также в пятницу у нас завершится данными по Австралии. Это розничные продажи. По Великобритании также выйдет этот показатель. И этот показатель будет опубликован по Канаде. Также выйдет индекс, базовый индекс розничных продаж и продажи на вторичном рынке жилья. Здесь мы видим по ожиданиям в США порядка 7 миллионов. То есть, лучше, чем предыдущее значение пока прогноз. То есть, опять же, вторичный рынок пока пользуется спросом. И люди все покупают и покупают больше именно вторичной недвижимости для того, чтобы, наверное, реализовать деньги чуть быстрее. Ну а теперь, если посмотреть по рынкам, по текущей ситуации, я для себя в целом пока все еще жду коррекцию именно на укрепление американского доллара. Пока мы видели небольшую, скажем так, январь открылся в целом позитивно для американского доллара. Поэтому мы видим такое снижение последние полтора месяца. Евро продолжает торговаться в области 1.21, но вполне вероятно, что мы можем сходить в область 1.19, 1.19.60. Оттуда я, конечно, буду пробовать еще раз покупать. Пока здесь новых сделок по евро я не планирую, так как уже у меня есть открытые позиции. Об этом я расскажу чуть позже. То есть, мой пока план по евро это покупать из области 1.19. То есть, по завершению той коррекции, которую будут, я для себя рассмотрю возможность как раз входа на продолжение роста евро против американского доллара. Вопрос, где это падение остановится. Можем, конечно, сходить и на 1.16. И вообще этот тренд у нас может развернуться. Но пока мы этого не знаем. Пока мы находимся в текущей точке, в текущей ситуации. И план для меня будет такой. По британской валюте сегодня видим уже перехай. То есть, уже торгуемся в области 1.39. Восходящий тренд здесь сохраняется. Коррекции, ну какие-то значимые коррекции, которые давали бы хорошую возможность войти в данную валюту, по крайней мере для меня не было. Но, тем не менее, то есть, если мы смотрим на дневной таймфрейм. И если даже переключимся на недельный таймфрейм, то локальный максимум, который мы видели, это как раз область 17-го года. Да, ноябрь 17-го года. Где мы торговались в области 1.43. Ну и, собственно, большие максимумы как раз были уже в 14-м году. То есть, это отметка 1.70. Но это уже такие долгосрочные планы. То есть, пока здесь видится довольно-таки сильная область сопротивления как раз на максимумах декабря 17-го года. Которая как раз британского ряда может и подойти. От которой мы можем увидеть уже более затяжную коррекцию. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь я пока тоже не исключаю вероятность еще одного рывка восходящего. В область как раз 1.2860. И здесь я для себя тоже открыл уже сделку на покупку. Собственно, здесь у меня сработал отложенный ордер. Сработал он в пятницу. Сейчас цена торгуется чуть ниже минимальных значений, которые были сформированы в пятницу. В целом, не самый благоприятный сигнал. Я, конечно, ожидал, что сегодня с открытия цена уйдет выше. Но пока оставил вот этот зазор для того, чтобы цена смогла все-таки определиться, куда может двигаться дальше. Здесь сделку я брал с риском меньшим, чем обычно. Поэтому не исключаю вероятность того, что может сработать и стоп-лосс. То есть, это тоже важно понимать. Но пока эту сделку тоже оставляю. И с небольшими целями, то есть, как я уже сказал, в области 1.2860, эту сделку я бы поддержал. Конечно, если не сработает стоп-лосс, сделка если не закроется. В целом, я опять же, дальнейший план, то есть, продолжать работать по тому тренду, который у нас сформирован. Но моя идея именно здесь купить, она связана с тем, что как раз пара стоит в боковике уже практически третий месяц. И область поддержки, которая была за эти три месяца, от нее я как раз и попробовал купить. Поэтому здесь спекулятивно, вот в этом боковике мы можем еще раз сходить. Но в целом, также для себя буду искать уже продажи после завершения данного бокового движения. По паре американский доллар, японская иена, здесь как раз сценарий реализуется. Сценарий на укрепление американского доллара против японской иены. Здесь мы видим продолжение роста. К сожалению, здесь цена не дошла до моего отложенного ордера, который я ставил на прошлой неделе. Поэтому здесь он уже не актуален. Но в целом, я бы тоже в этой идее поучаствовал лично для себя. Опять же, это было бы пока спекулятивно. Теперь нужно будет смотреть, сможет ли цена уйти выше тех локальных максимумов, где мы были как раз в начале февраля. То есть, это область 105.66. Если мы сможем его пробить, то тогда я уже, скорее всего, буду искать, ну, как основной сценарий, буду рассматривать для себя покупки по данной валютной паре. Буду заходить уже на коррекциях в рост по данному инструменту, а не продавать, как я делал это до этого момента, если он будет реализован. Потому что основной тренд сохранился нисходящий. Вполне вероятно, что он может перевернуться. Мы будем уже следующие несколько месяцев идти в восходящем тренде по данной валютной паре. Австралиец. Тоже по австралийцу мы видели нисходящее движение весь январь, первую половину февраля также. И здесь я тоже для себя рассматривал вход на продолжение именно нисходящего движения. Тоже контртрендово пока. Но, опять же, сориентировано на то, что у нас может сформироваться новый тренд. То есть, небольшим объемом здесь я тоже входил. Сделка закрылась. Первая сделка закрылась позитивно, когда покупал именно по тренду. Сейчас тоже пробовал заходить контртрендово, но был перехай. Сегодня тоже мы торгуемся выше максимальной значения прошлой недели. Поэтому здесь пока новых сделок я для себя не рассматриваю. Тут я, скорее всего, буду уже заходить, если будет продолжение именно восходящего тренда. То есть, пока здесь план такой. А вот по новозеландцу я все-таки решил еще раз зайти. Зайти сегодня. Тут как раз мы тоже стоим в области сопротивления, которую мы видим на дневном таймфрейме. Область 72.33, конечно, не самый значимый уровень. Конечно, было бы более интересно войти где-то из области максимальное значение, которое мы видели в начале января. То есть, где-то 73.05. Но пока был сформирован данный сигнал. Здесь я совсем небольшим объемом по локальным максимумам тоже здесь вошел. Стоп-лосс у меня стоит за максимальным значением, которое было сформировано 9 февраля. И это тоже такая краткосрочная идея на случай того, что мы увидим еще одну волну снижения. И цена дойдет до области минимальной значения, которую мы видели 5 февраля. То есть, идея поработать как раз в этом боковике. И дальше уже из области, где мы стоим Take Profit, перевернуться уже непосредственно по тренду. Пока он все-таки сохраняется. Золото. Золото продолжает свое нисходящее движение на текущий момент. Тут я тоже для себя рассматривал возможность присоединиться на понижение. Но в пятницу у нас не было коррекции, поэтому здесь мой отложенный ордер не сработал. Поэтому пока здесь я его тоже удалю. Но в целом по золоту мы видим продолжение нисходящей как раз формации. Мы пока движемся вот в рамках того тренда, который у нас сформирован фактически с августа. И вполне вероятно, что можем упасть до 1700-1660. Ну, в такой среднесрочной перспективе. Здесь я тоже для себя буду пробовать искать покупки уже в области более значимых уровней поддержки. И один из таких уровней это как раз область минимальных значений ноября. То есть отметка 1728. Вот оттуда я бы попробовал небольшим объемом тоже покупать. Пока мы находимся в середине данного канала, в середине данного диапазона. Пока здесь остаюсь без сделок. И каких-то новых ситуаций предпринимать не буду. По индексу DAX. Пятница завершилась локальным максимумом. Сегодня тоже мы торговались выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу. Ну, вероятно, отыгрываем тот позитив, который был и поступает непосредственно с американских площадок. Ну, именно с фьючерсов. По S&P 500 также позитив идет с азиатского рынка, как мы обсуждали. Но, опять же, с текущих уровней продавать я не буду. Если будет коррекция, то буду искать уже возможность заходить по индексу на продолжение роста. То есть вот такая идея здесь тоже будет продолжаться. Если опустимся на 13200, 12900, то вот с тех уровней буду уже тоже для себя рассматривать вход на продолжение тренда. Ну, и то же самое по S&P 500. Конечно, шортить я его не буду. Потому что мы уже довольно-таки близко к отметке 4000. Это такой следующий, собственно, критический уровень. Психологический уровень, назовем это так, для продолжения роста по данному инструменту. Вполне вероятно, что мы этот перехай увидим. И, скорее всего, конечно, не сегодня, но завтра, если Америка придет и будет достаточно позитивно для того, чтобы продавить как раз индекс S&P 500 на 4000, то вполне вероятно, мы его там и увидим. Если будет коррекция, то буду, опять же, рассматривать для себя возможность заходить по коррекции на продолжение роста в данную область. Если будет коррекция в область 3800-3700, то я буду также для себя эти возможности использовать. Ну, и нефть марки Brent, опять же, позитивно закрылась пятница. Мы говорили о том, что есть вероятность начала коррекционного нисходящего движения. Об этом я говорил тоже в нашем видео. Но к концу дня мы смогли обновить локальный максимум. И, конечно, этот сценарий уже после этого был отменен. Понятно, что шортить нефть пока на том позитиве, который растет, пока, на мой взгляд, преждевременно. Пока тот спрос не восстановлен, то есть еще не реализован весь потенциал вот этого восходящего движения, который, в принципе, может начать снижаться при достижении отметки примерно 70 долларов за нефть марки Brent. То пока у нас есть все предпосылки на продолжение роста и нефть это показывает. Мы видим, что нефть растет. Конечно, это позитивно также для нефтяных компаний на текущий момент. Неделя, не могу сказать, что самая активная, самая насыщенная неделя. Сезон отчета уже практически позади. Но теперь вот как раз на фоне того, что тот запал, который был у нас в начале года, когда пришел Байден, прошла инаугурация, его нужно теперь чем-то поддерживать. И, конечно, новые стимулирующие меры это могут способствовать. Если они будут, то вполне вероятно, что мы можем увидеть вновь продолжение роста фондового рынка без каких-то существенных коррекций. А если этого не будет, то как раз может и настать время коррекции на 10-15-20%, которое мы также будем уже смотреть, как ее использовать. Конечно, это скорее всего не реализуется в течение нескольких недель, но в течение нескольких месяцев такой сценарий вполне вероятен. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в среду и посмотрим уже, как открылась Америка и что нового происходит на рынке. Всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...